И их родителей. 11.04. Друзья, эта программа «Орданет сегодня» от 4 марта 2013 года. Мы рассказываем о главных событиях в цифровой среде, о том, что случилось в социальных сетях, в интернет-бизнесе, в мобильном вебе и шире. Значит, главные события недели, которые комментируют вместе со мной, ведущим этой программы, Максимом Спиридоновым, как всегда, эксперты и игроки отрасли. В эту программу мы пригласили Петра Диденко, директора по стратегическому развитию СКБ «Контур». Петр, привет. Доброе утро. И Георгий Саркисян, гендиректор компании «Инова». Привет, Георгий. Доброе утро. Хорошо прозвучал. Значит, коллеги, для вас и для наших слушателей, как обычно, оглашу, главное событие, которое мы сделали титульными, то есть три важнейших новости, которые обсудим подробно, а далее пройдем по экспресс-обсуждению. Итак, три главных новости. Первое. Журнал «Форбс» представил рейтинг крупнейших интернет-компаний «Рунета». Каков он, этот рейтинг? И насколько оценки экспертов журнала соответствуют действительности с точки зрения отрасли? Об этом поговорим с вами. Вторая новость. «Яндекс» открыл собственный магазин приложений для смартфонов и планшетов на платформе Android. Зачем это нужно российской компании? Как она намерена конкурировать с Google Play? В общем, это и станет предметом для обсуждения. Также получим комментарий от, собственно, самого Яндекса, от руководителя проекта Яндекс.100. И третья новость. «Мейл.ру» представил финансовый отчет за прошедший год. Насколько успешно развивается эта компания? Каковы планы на будущее? Ну и так далее. Также об этом будем говорить. И также, по-моему, получим комментарий непосредственно из недр, так сказать, от одного из топ-менеджеров «Мейла». Это главное, о чем пойдет разговор, коллеги. Ну а сейчас, как обычно, традиционно, экспресс-обсуждение, новости, не вошедшие в, так сказать, титульные и основные. «Рунет сегодня». И первое из этих новостей. На YouTube появятся рекламные паузы. Пользователь будет вынужден выбирать между просмотром рекламы в начале ролика, так называемым прероллом, либо просмотром в середине, вот эти самые рекламные паузы. Длина рекламы будет зависеть от длины самого ролика. Как вам такая новость, Георг, к тебе? Вы знаете, я положительно на нее среагировал, потому что, когда ролик дается в начале, это выглядит как принуждение, поскольку, если есть большой интерес для просмотра этого ролика, то тебе приходится досмотреть его. Я имею в виду рекламу. Мне кажется, в середине то же самое, только еще и... Нет, дело в том, что ты можешь... Все удовольствие могут сломать. Ты можешь принять решение, например, не смотреть этот ролик до конца. То есть, когда ты выбираешь тот или иной ролик, ты не всегда уверен, что ты его досмотришь до конца. И в этом смысле я полагаю, что YouTube может... Это, скорее всего, пользовательское решение, потому что, в принципе, рекламные доходы могут быть сильно утрачены. Петр, ты согласен? Я согласен, плюс я добавлю, что очень здорово, что, как же сказал Георг, пользователь получает выбор. Чем больше выбора, тем лучше. Если даже это пользователям воспринимается как насилие, есть выбор, это уже лучше. Есть насильный выбор. Еще одна новость из, так сказать, стана большого Гугла. Гугл начал переговоры с крупнейшими лейблами о создании собственного потокового аудиосервиса наподобие Spotify. Ну, мы с вами знаем, о чем идет речь, сейчас объясним для наших слушателей. Информация об этом просочилась в СМИ. Сама компания при этом слухи пока не подтверждает. Spotify — это сервис, который позволяет послушать музыку, так сказать, в облаке, когда можно набрать запрос. Ну, в общем, это то же самое, что ВКонтакте, по большому счету, сегодня. Там тоже потоковый аудиосервис, только Spotify — это легально, а ВКонтакте — это под большим вопросом. То, что будет делать Гугл и будет ли делать, как думаешь, Петр? Что из себя можешь представлять? Я думаю, что у Гугла нет выбора, кроме как бороться с отвлечением внимания от самого Гугла. То есть когда-то Гугл был таким центром... От поисковой строки. От поисковой строки. Когда-то Гугл был таким центром интернета, и теперь он болезненно переживает, когда кто-то покушается на внимание пользователей. Но это еще раз о том, что любая большая компания вынуждена, ну и хочет, как правило, если она в хорошем тонусе, создавать экосистему вокруг себя, как спрут, засасывая все, что можно засосать. Это правда. Но у Гугла есть опыт, когда он набрал на себя слишком много ответственности и внимания. Вот сотню стартапов скупил, с которыми не понял, чего делать. И это была стратегия, которую новый директор Ларри Пейдж пару лет назад сказал, мы все отменяем, фокусируемся на трех вещах. Сейчас они опять начали раздуваться. Ну, посмотрим. Да, но это, в общем, естественно для любого процесса. Пульсация, да, раздуваться, а потом, наоборот, схлопываться и так далее. Вселенная так устроена. Георг, что скажешь? Я думаю, что это может быть даже специальная новость для того, чтобы привлечь внимание, в частности, Spotify, к тому, что такой сервис может появиться и, в частности, потом приобрести Spotify. Потому что, ну, логичнее пойти на такой шаг, нежели создавать свой собственный сервис. Ну да, это возможно вполне. То есть они таким образом пригрозили, может быть, да, и использовали это как аргумент в переговорах. Даже не озвучивая, а просто, ну, это же как Spotify, если эти переговоры потенциально ведутся, то они не могут не видеть эти информационные поводы. Хорошо, движемся дальше. Оскар Хартман, это руководитель КупиВип, довольно известного онлайн-сервиса в Рунете, снова высказался за введение пошлины на покупки россиян в зарубежных тренд-магазинах. Сейчас, напомню, товар до 1000 евро в месяц. 1000 евро можно ввозить бесплатно, то есть беспошлинно дополнительно. Ранее уже Оскар высказывал эту идею. Это, ну, вообще, Оскар один из таких известнейших, грандиознейших спикеров в электронной коммерции. И, в общем, его посыл следующий, то, что, ребята, мы ставите российскую электронную коммерцию, ну, ребята, это имеется в виду, ребята в правительстве, в неконкурентные условия, потому что мы платим НДС и пошлины, ввозя товары, продавая их на территории России, а интернет-магазины из-за рубежа не платят. И пользователи заказывают, таким образом, в общем, упущенная выручка налицо. Петр, что скажешь? Да, я недавно читал отчет, не отчет, вернее, а стратегию развития компании Почта России, которая планирует значительно расширить... А существуют и такие отчеты? Конечно, конечно. Им компания Boston Consulting Group написала стратегию до 2020 года. Очень интересно. У них там ставка на две вещи. Во-первых, на то, чтобы, значит, расширить обеспечение товарооборота с зарубежными странами, то есть когда люди покупают в интернете какие-то товары, то сегодня очень сложно их доставить в Россию. Почта России фокусируется на том, чтобы количество посылок из-за границы в Россию росло, чтобы логистически обеспечить. Вторая идея почтовой банка, она как-то очень буксует. Но вот то, что посыл... Кстати, идея почтовой банка тоже вполне логична, потому что в большинстве стран она реализована. Да, но ей уже там пять лет, то она буксует. А вот расширение вот этих логистических центров, их было, по-моему, один всю жизнь, а теперь стало шесть, они в разных регионах. Это да, это происходит. И на фоне того, что доставлять становится проще и дешевле, повышается вот этот размер пошлины, размер, значит, стоимость товара, который не облагается налогом при ввозе, естественно, на месте отечественного e-commerce я бы очень напрягся. Тем более, что Goldman Sachs в последнем отчете, который месяц назад был опубликован, предсказал рост электронной коммерции в три раза в России до 2015 года. Иными словами, если представить себе какую-то теорию заговора, то вполне возможно, лоббисты из Почты России препятствуют введению дополнительных налоговых пошлин, таким образом увеличивая товарооборот и вот этот вот обмен товарами за рубежом. Увеличивая свои связи. Да, да, ужасно. Я с этим, наверное, не соглашусь. Я думаю, что, несмотря на то, что есть этот порог в 1000 евро, у российских площадок намного более конкурентоспособные условия. Есть другой порог психологический. Да, и ждать долго, и, собственно говоря, интерфейсы более понятные на понятном языке, если ты не очень хорошо владеешь английским языком. И поэтому мне кажется, что нужно концентрироваться не на том, чтобы пытаться лоббировать эту историю, а на том, чтобы сделать просто свой сервис намного лучше, чем... Оппоненты Оскара так ему и говорят. Хотя в его словах тоже, мне кажется, вполне себе есть здравая история. И НДС, и налоговые пошлины, которые возникают у них, добавляют что-то там до 40% сверху. И ничего удивительного, что прошел владеющий языком и не очень торопящиеся покупатели, они закупают в Амазоне или в Эбэе. Но дело в том, что еще надо учесть средний чек таких площадок, как у PIV. Это достаточно большой средний чек и, наверное... Ну, в общем, да. Одним словом, есть там масса оговорок. Мы обсудили и поставили в зависимости от наших слушателей. Едем дальше. Значит, во Франции принято решение блокировать сайты с пиратским контентом после трех предупреждений. Блокировка будет осуществляться по IP и DNS. То есть основательно будет осуществляться. Возможно, также будет осуществляться отъем доменного имени. Внимание, отъем доменного имени. Ну, Франция, по-моему, впереди планеты всей в смысле таких вот, не боюсь сказать, фашистствующих актов по отношению к онлайну. Не находишь, Георг? Я думаю, что, то есть, как представитель такой организации, которой необходима защита тоже прав, я думаю, что это достаточно правильное решение, и я его, конечно, поддерживаю. При этом надо учесть... Не жестко ли? Я думаю, что будет еще жестче, потому что сейчас пока что нет такой большой потребности у представителей, обладателей легальных прав, прав, поскольку есть еще альтернативные рынки, на которых они зарабатывают деньги. И мне кажется, что в ближайшие несколько лет эта тенденция еще сильнее усилится. То есть в этой пикировке пиратствующие сайты и пользователи, и обладатели, получается, что обладатели берут верх? Ну, они зарабатывают деньги, и, соответственно, они платят налоги, поэтому они будут брать. Я не знаю, возьмут ли они верх в том смысле, что смогут продолжить зарабатывать, непонятно, потому что тут уже интернет много лет, пиратство и не пиратство. Традиции пиратства. Да, много чего происходит. Но мне кажется, просто сейчас Франция находится в таком экстремальном довольно периоде, периоде экстремальных решений. Вот, например, Жерар Депардье сбежал от высоких налогов. Там социалисты лютуют, да, говорят. Да, да, да. И вообще там нынешние лидеры, они такие особенные. Вот я не помню, чтобы в Москве мне ради кого-то из зарубежных лидеров когда-то приходилось стоять в перекрытии на дороге. Ну, из-за Франсуа Алана, французского президента. На днях я постоял. Предыдущий был король Зимбабве, значит, полгода назад. То есть, лютые там парни. Сейчас они наделают много всего интересного. Окей, коллеги, значит, смотрите. У нас есть еще что обсудить в СПС-обсуждении. Осталось несколько секунд, поэтому сейчас его приостановим на время новостей и продолжим вот через те самые пара-тройка минут. Ну что ж, продолжаем, коллеги. Рунет сегодня от 4 марта 2014 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте. Напомню, что если вы не делаете это, то рекомендую подписаться. Лента подкаста доступна на сайте финал.фм либо в iTunes по запросу Рунет сегодня. И в этом случае вы никогда не пропустите ни один из эпизодов Рунет сегодня, программа, рассказывающая о главных событиях в российском и не только российском интернете и цифровом пространстве более широко. Напомню, что меня зовут Максим Спридонов. В гости выпуска Петр Диденко, директор по стратегическому развитию СКБ «Контур» и Геворд Саркисян, гендиректор компании «Инова». Мы продолжаем экспресс-обсуждение. У нас осталось еще несколько новостей, которые хотелось бы все-таки затронуть и не выпускать их. Значит, первое из них, оно в связке с предыдущей новостью, которую мы обсуждали о том, что во Франции принято решение блокировать сайт с пиратским контентом после трех предупреждений. Параллельно с этим или почти параллельно в ту же неделю, прошедшую в США, начала действовать программа Copyright Alert System. Можно перевести как «Система предупреждения о нарушении авторских прав». С ее помощью провалатели и интернет-провайдеры будут предупреждать пользователей о том, что их действия по приобретению лицензионного контента незаконны. После шести предупреждений, в США более гуманны, там не три, а шесть, некоторые провайдеры будут блокировать браузер абонента с тем, чтобы он позвонил провайдеру и выслушал бы по телефону лекцию о авторских правах. В общем, мир толкают, так сказать, к закону «послушаю», если можно так выразиться. Да, Георг? Да, так и есть. Это как раз... Я думаю, ты доволен к обстоятельствам. Это то, о чем мы говорили. Я за то, чтобы все-таки мы как-то могли сознание людей не только поменять, но и дать им альтернативы. То есть работать качественнее, давать лучше сервисы с легальным контентом для того, чтобы они понимали ценности этого сервиса. Но это новость не про то, это про принуждение справедливости ради. Ну, это даже не принуждение, это... Совет. Совет, да, нравоучение, я бы так сказал. Добрый совет, да, Петр? Это неплохо, да. Вот мы сегодня уже произносили слово «насилие» в каком-то контексте, и на сегодня, мне кажется, большинство усилий, связанных с тем, чтобы заставлять пользователей, значит, пользоваться легальным контентом. Они могут быть описаны словом «насилие». А здесь, вроде как, ему дают совет. Ты делаешь как-то, как ты привык, может быть, ты не знаешь, что бывает еще по-другому, ты попробуй, выбери, может, попробуй, может быть, тебе понравится там больше. Мне очень нравится на сегодня пользоваться магазином iTunes. Он запустился 4 декабря, я там уже несколько тысяч рублей просадил. Ты один из немногих в России кто-то сделал. Давайте будем честны. Не знаю, я видел некоторые... В России, к сожалению, пока культуры... В общем, вот такие вот дела происходят во Франции и США, мы поедем дальше. Компания «Ашманов и партнеры» представила отчет о качестве поиска в российском интернете. Согласно ему, если коротко, Google и Яндекс ищут примерно одинаково. Но Google чуть лучше ищет в первоисточниках новостей. Ну и, кстати, и про Mail.ru, который тоже с их собственной пусковик, тоже говорили, в общем-то, практически то же самое. То есть, по сути дела, на сегодня, если раньше было такое размежевание, Яндекс гораздо лучше искал по кириллическому сегменту. Просто вот лучше он, значительный и лучше использовал морфологию русского языка своей спецификой. Сегодня они сравнялись. Это означает, что дальше борьба за пользователя, только маркетинг, верно? Я так думаю, потому что исторически тоже мне казалось, что по русской морфологии Яндекс ищут намного лучше. И так долгое время было. Да, и зачастую приходилось после поиска в Google переходить в Яндекс для того, чтобы найти что-то другое. Если данные действительно таковы, как они были опубликованы, я думаю, что это достаточно сильное преимущество для Google. Ну, это не первый такой звоночек. Не надо сказать, что это исследование какое-то этапное. Уже не раз об этом говорилось в различных контекстах. Уже последние пару лет об этом говорят. Ну, в общем, еще раз подтверждение, что вот такие вот дела. Петр, да? Да, это правда. Я пользуюсь уже давно Google. Случайно так получилось, когда я на Google Chrome перешел в браузер. У меня та же самая история, да? Да, и я знаю много людей, и их количество растет, которые удовлетворены Google. Поэтому Яндекса придется, наверное, что-то выдумывать новое. И очень интересно, что это будет. Пожалуй, последнюю новость возьмем мы в обсуждение, а потом пойдем по основным, поскольку время-то у нас не резиновое, к сожалению. Следующая новость. Акция американского сервиса скидок Groupon. Слово почти ругательное в Рунете почему-то. Ну, или по понятным причинам оговорюсь. Потеряли 26% в цене после публикации финансового отчета компании за четвертый квартал 2012 года. Сооснователь сервиса Эндрю Мэйсон, а это знаковая фигура для Groupon, покинул компанию. Ну, что это означает? Что Groupon вообще сворачивается, Петр? Это значит, что у него колоссальные расходы на продвижение той же самой идеи. Если посмотреть на эту новость подробнее, выяснится, что их расходы растут. Доходы тоже растут, но расходы растут тоже. И для того, чтобы… Они как не могут это сбалансировать? Там реально огромные обороты ведь. Действительно, большая компания выросла. Да. Вопрос, это когда-то выйдет на какую-то прямую, на какую-то кривую, которая сможет расти. Имеется в виду чистая прибыль или нет. Мне кажется, что это будет чрезвычайно сложно сделать. Нет в этой идее чего-то такого замечательного. Идея-то понятна все. То есть, предоставить скидки и, с одной стороны, пользователям предоставить бизнесом большой поток клиентов, все понятно. Идея как бы прозрачная. Другое дело, что они как не могут операционно это вырулить. И вообще выруливается ли это операционно по-нормальному? Дело в том, что порог входа в такого рода сервисы очень низкий. И в связи с этим большое количество скопированных сервисов появилось не только в США, но и на остальных территориях. И поэтому конкурировать достаточно сложно. Более того, к сожалению, не удалось, по крайней мере, я не могу сказать ни один сервис, которому удалось лояльность получить пользователей таким образом, чтобы они не переключались от сервиса к сервису в случае появления новых акций. Ну да, пользователь, который ищет малые цены, он пользователь не лояльный, он просто ищет малую цену. Коллеги, надо двигаться дальше. Значит, у нас впереди три главные новости, разговор по трем главным основным информационным поводам недели. И прежде чем обсудить следующую, первую из главных, хочу вас спросить, по каким признакам, на ваш взгляд, сегодня можно отличить онлайн-бизнес от оффлайн-бизнеса? Или по-другому, какие признаки с уверенностью позволяют назвать компанию интернет-компанией? Георг. Это отличный вопрос, поскольку как раз приступая... Я старался. Да, приступаю к вопросу оценки журналом Forbes. Ответь сначала на вопрос. Дело в том, что я думаю, что это количество ценностей, которые делаются в интернет-среде. То есть это не классический бизнес, который просто имеет некий гейт в интернет и осуществляет там каким-то образом продажи, получает средства и пользователей. А это количество инвестиций в создание IT-платформы для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Процентное количество? Наверное, надо судить по качеству продуктов, которые делаются, по тому, как взаимодействие с пользователем осуществляется, количество непосредственно софта, который пишется. Ну, то есть я думаю, что это много. Ну, хорошо. Много параметров. Я понял тебя. Петр, твои точки зрения, какие признаки? Да, я, наверное, просто соглашусь. Добавлю только, что под это определение попадают наиболее инновационные банки, по-моему, которые тоже становятся похожи на интернет-компании. Например, Тиньковский. Ну, вроде того, да. Сейчас послушаем про рейтинг Forbes, который, как обычно, всех посчитал. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 30 крупнейших компаний Рунета. Список ранжирован по выручке за прошлый год. Перечень возглавила компания Яндекс с оборотом почти в миллиард долларов. Следом расположились корпорация Mail.ru группы, интернет-магазин Утконос. По мнению журнала, совокупный объем выручки всех участников рейтинга превысил 5 миллиардов долларов. Первая десятка рейтинга Forbes. Яндекс, Mail.ru, Утконос, Wildberries, интернет-магазин одежды. Пятое место – Озон. Шестое – Холодильник.ru. Седьмое – Купи Вип. Восьмое – РБК. Девятое – Биг Леон. Клоун Группона, как мы помним. И десятое – ВКонтакте. Вот такие дела. Насколько почеты верны, с вашей точки зрения, сколько точная картина вырисовывается в целом вот из этого рейтинга? Наверняка вы оба его смотрели, да, Георг? Смотрели. Вы знаете, не хотелось бы критиковать редакцию. Тем более, что критики на iGo свалилось очень много за последние дни. Я склонен верить в то, что у любого пользователя, у читателя, да, даже читателя, который не находится в интернет-среде активно, у него возникает вопрос, почему некоторая часть этих компаний попала в этот список, потому что кажется, что это фактически ритейл-компаний, которые просто имеют еще один дополнительный вход из интернета в свои двери. И в этом смысле, наверное, много вопросов возникает. Плюс возникает вопрос, связанный с тем, что некоторая часть этих компаний, это даже публично известно, что они являются убыточными или, скажем, не вышедшими на точку безупыточности. При этом у них большая выручка. Как Группона, например. Ну, в частности. Он не вошел в тренинг, разумеется, потому что он на Западе, прежде всего, хотя есть и Россия представительство. Но вот успешен ли Группон с его постоянными потерями и катастрофами? Вот. И таких компаний там много. Петр, ты что скажешь по поводу рейтинга? Я сразу хочу про Группон выступить. Если коротко, то про всем, да? Да. Была такая компания Amazon.com, которая первые 10 лет, по-моему, была убыточная. А потом с ней все стало хорошо. Есть такая компания, действительно. То есть с Группоном непонятно. У них не такая бизнес-модель, не такой продукт. В общем, непонятно. Тем не менее, бывают такие случаи, что даже через 10 лет компания, значит, вылезает. Вполне возможно, у себя еще покажет. Да. По поводу рейтинга. Текущий рейтинг мне больше напоминает какой-то хит-парад. Причем непонятно, в чем конкретно представление родившейся. Вот, например, компания Utkonos на третьем месте. Удивительно, да? Да. Интернет-компания Utkonos. Сразу после Mail.ru. И, соответственно, если такие решения в рейтинге принимаются, то часть остальных меня уже не удивляет. Но очень интересно все-таки, что на поверхность поднимаются некоторые бизнесы, но о которых я не знаю. Не то, чтобы я не знал, но вот циферки того же Беглеона очень любопытные. Надо сказать, что они сильные достаточно. Я вот недавно с ними делал программу «Рунтология» с Олегом Савцовым. Это руководитель. Он меня поудивил, так сказать, тем, как сколько они хватко вступились в рынок, о том, как они диверсифицировались по разным направлениям. Они уже далеко не купонный сервис. Там много всего. Да, да. У них уже такой интернет-магазин, которым они реальные товары продают, но вот со скидками. Агрегатор. Чтобы закончить, получается, троллинг, который мы в адрес Форбса ведем, я дам один комментарий, который дал в Фейсбуке исполнитель директора фонда IT Capital Николай Давыдов. Он был очень показательным, поэтому просто я приду его буквально. Он написал следующее. Рейтинг ближе ко второй половине превращается в... Далее цитата. Вась, а где еще ты покупал что-нибудь в интернете? Петь, назови пять сайтов, куда ходишь. Пропустили кучу игроков с выручкой около 60-100 миллионов долларов. Вот как комментирует один из инвестиционных менеджеров, ну, заметно инвестиционных менеджеров Рунета. Да, очень интересно. Я посмотрел, я видел этот рейтинг, по-моему, он не буквально вчера появился. На прошлой неделе. Да, да, да. Я смотрел и думал, вот у нас в прошлом году выручка была 130 миллионов долларов. У нас все происходит в браузере. Интересно, где мы? Нас там нет. Мы чем-то другим занимаемся, не интернетом. Слишком далеки, действительно, пока что получается от народа, имеется в виду интернет-отрасли. Это отдельные журналисты. И Форс в этом смысле не порадовал. Получается, что мы, ну, как, закритиковали их. Не со зла, честное слово. Просто хочется показать, что отрасль на самом деле несколько другим живет. Это правда. Интересно, что она, этот рейтинг в целом отражает вот этот тренд с развитием e-commerce. То есть нам говорят, в три раза вырастет e-commerce в стране за несколько лет. В целом в рейтинге видно, что он, да, он растет, с этим все хорошо. Надо заканчивать. После выпуска новостей поговорим о крестовом походе Яндекс на исконно Google территории мобильного рынка. Мы продолжаем. Рунет сегодня. Программа о главных событиях ушедшей недели в области цифрового пространства. Напомню, что обсуждаем самое интересное случившееся в глобальном интернете и Рунете в частности. Значит, также напомню о том, что мы звучим на 99.6 в Москве. Мы находимся в прямом эфире. Онлайн мы можем быть услышаны на finam.fm из любой точки мира. Также мы доступны в подкасте, если когда вы хотите слушать нас в удобное для вас время. Рекомендую. Подписывайтесь. Меня зовут Максим Спиридонов. О гости выпуска Петр Диденко, директор по стратегическому развитию СКБ Контур и Геворд Саркисян, гендиректор компании Innova. Значит, что у нас на очереди? Коллеги. Нас слушать люди из Интертоцли, как люди из Интертоцли, так и слушатели, погруженные в онлайн-специфику, не слишком глубоко. Давай сейчас обрисуем, какую роль играют рынки мобильных приложений, так называемые сторы в мобильном мире. Георг, ты бы как объяснил? Сейчас я думаю, что для пользователей мобильных устройств играет превалирующую роль, поскольку фактически весь софт, который пользователь получает на свой мобильный телефон и пользуется им, он приобретает в этих магазинах. В России этот показатель не очень велик, но дело в том, что у нас и пользователей смартфонов не так много. Пока что по оценкам 9%. Ну, для полноценного мобильного пользователя Store, то есть магазин мобильных приложений, рынок мобильных приложений на любой платформе, это главная точка, ну, как бы, внимания, точка получения новых приложений. Верно, Петр? Да, это правда. Раньше люди покупали или пиратели какие-то программы и потом им пользовались. Теперь эта практика, ну, практически прекратилась. Ну, вот есть еще некое количество игр, которые... Кстати, говорите, пожалуйста, что я в одну здесь реплика. И вот мне кажется, что Store отличный пример того, как правовладатели нашли способ предоставить удобный сервис и люди стали покупать цифровой контент. Клик, доллар, поехали. Да, да. Все довольны, все счастливы. В то время, как ранее нужно было принять серьезное решение, потратить 50, допустим, долларов на какую-нибудь программу, все это больше не нужно. Теперь софт это или сервис в браузере, или вот это, вот эти приложения в различных магазинах приложений мобильных. Окей, давайте сейчас о Яндексе, который, как и любая интернет-корпорация, все активнее борется за мобильного пользователя. Компания Яндекс представила магазин приложений для устройств на платформе Android. Сервис, который получил название Яндекс.Стор, содержит более 50 тысяч платных и бесплатных программ. Как заявлено в пресс-релизе, пользователи Яндекс.Стор могут оплачивать покупки банковской карты или деньгами со счета мобильного телефона, если они являются клиентами операторов большой тройки. Ну вот такие вот дела. Мы за эфиром, поговорив о том, что из себя представляет Яндекс.Стор, до конца не поняли, какая радость Яндексу делать подобный рынок, подобный магазин приложений, помимо того, что просто идти везде, где можно встать и забрать внимание пользователя. Верно, коллеги? Ну, какие версии вообще? Мы сейчас сможем пообщаться с первоисточником, у нас будет на связи руководитель проекта Яндекс.Стор. Ну вот давайте попробуем построить предположение, что будет делать Яндекс с этим, а потом услышим, что скажет, собственно говоря, коллега. Платформа Android на сегодня самая продаваемая в России и, в общем, практически везде уже, поэтому очень было бы полезно для Яндекса контролировать то, что делают пользователи Яндекса на телефонах. Я бы сказал больше контролировать вражескую территорию, потому что платформа Android — это платформа Гугла, прямого конкурента Яндекс. Все правильно, да. И если сегодня на PC или на Mac Яндекс может поставить свой браузер, свой поиск, то что делать с тем, что происходит на Андроиде, он совершенно не имеет представления. Поэтому было бы здорово, если бы производители Android-телефонов, в первую очередь дешевых и массовых, поставили вот это приложение Яндекс.Стор к себе по умолчанию на свои телефоны и продавали телефоны с уже предустановленным этим вот маркетом. И таким образом Яндекс мог бы лучше контролировать эту платформу. Насаждать свой поиск, показывать рекламу. Свою версию браузера? Может быть, свою версию браузера, может быть, показывать рекламу в приложениях и так далее и тому подобное. То, что делать сегодня Google, но к чему Яндекс не имеет доступ? Комментарь обитра Диденко. Сейчас Георг. Я представляю плохо признаться, к чему эта затея. Дело в том, что это совсем территория Google, потому что и браузер там Google, и поиск там Google. И не вижу смысла большого переключаться человеку на другой стор, если у тебя есть основной, куда твоя карта уже прикручена. Более того, мне непонятна затея, зачем это делать на нескольких языках. Но я, возможно, просто не понимаю чего-то. То есть не учел, скорее всего, какие-то обстоятельства. Возможно, мы сейчас получим ответы на все вопросы. Достаточно широкая территория. Насколько я понял, на восьми языках планируется этот стор запускать. Давай послушаем комментарий нашего коллеги. Александр Зверев у нас на связи. Это руководитель Яндекс.100, собственно, проекта. Александр, слышите нас? Да, слышу вас. Добрый день. Добрый день. Как вы комментируете, как вы объясняете необходимость и причины появления магазина приложений от Яндекса? Ну, я еще хотел бы прокомментировать по поводу вражеской территории. У нас, на самом деле, в России на вражеской территории все хорошо. И, в общем, у нас довольно высокая доля поиска на нем. Но при этом вы, в принципе, совершенно правы. Нам хочется предложить пользователям, предложить производительным устройствам некую альтернативу. И эта альтернатива будет, безусловно, базироваться на нашем поиске. И, в том числе, магазин приложений будет являться неким закрывающим нашу экосистему, в которую входят еще и мобильные карты, которые хорошие и популярные в России, в частности, электронная почта, клаудс-сервис и так далее. Означает ли это, что магазин приложений – это только часть экосистемы? То есть будет какая-то оболочка, которая включает в себя и браузер, предположительно, и ряд еще приложений от Яндекса? Ну, по сути, у нас и так уже есть набор сервисов экосистемных, таких, например, как Яндекс.Карты, навигатор, электронная почта, наша альтернативная оболочка с названием Яндекс.Шелл. В общем, да, вы правы, это один из... Я просто не знаком с оболочкой, просто вот сам факт оболочки, он может ситуацию сильно поменять. То есть эта оболочка, ставя сверху на операционную систему Android, она фактически замещает с собой все функции Google или нет? Ну, я бы не сказал, что она замещает функцию Google. Если вы говорите про самую главную функцию Google, поиск, то, наверное, да. Безусловно. Ну, собственно говоря, это и есть, наверное, основное, что держит там пользователя. Ну, поиск плюс рынок приложений, ну, плюс карты. Если вы все это закроете с собой, то получается, используя систему как носитель, как ядро Android, вы, тем не менее, будете предлагать фактически собственный продукт. Верно я понимаю? Да, да, вы правы. Можно один комментарий уточнить? Правильно я понимаю, что речь идет об отдельных приложениях, которые устанавливаются на платформу Android. Будете предлагать... Это не оболочка над Android, это просто отдельные приложения, которые используются в платформе. Ну, можно сказать и так, да. Ну, под оболочками, я имею в виду ланчер. У нас есть свой, как бы, альтернативный ланчер, который, кстати, лежит в Google Play. Можно всем поставить бесплатно. Ну, то есть ланчер запускает отдельные программы, правильно? Да, да, да. Да, то есть это не оболочка, как вы прокомментировали, Максим. Да. Это просто отдельная иконка, которая скачивается из Google Play и устанавливается на... Ну, я еще раз таки уточню вопрос, Александр. Может быть, я не был достаточно в этом понятен. Будет ли что-то построено Яндексом, что как, ну, вот, не знаю, как операционная система фактически закрывает ядро Андроида и полностью замещает все функции Гугла? Есть ли такое направление у Яндекса? Потому что именно такое было бы понятно. Это, ну, вы сели бы им на шею фактически и использовали бы их ядро для того, чтобы носить свои сервисы. Будет ли такое или нет? Или это будут отдельные приложения? Смотрите, я бы точно не стал использовать термин «сели на шею». Вот. Поэтому, при всем, хочу сказать, что, конечно же, мы вполне себе удовлетворены Андроида. Нам нравится. Мы не хотим его форкать, как это многие делают. Мы хотим его поддерживать. Но нам кажется, что основная идея Андроида была в открытости. Ну, и в частности, мы бы хотели иметь возможность предлагать альтернативный сервис. В первую очередь, конечно, поиск для наших пользователей. Поэтому, используя открытую платформу, открытую площадку, мы хотим предложить другой набор сервисов альтернативных. Вот и все. Здесь комментарий от Петра Дедонова. Александр, а не могли бы вы пояснить, пожалуйста, вот как будет выглядеть тот опыт, с которым пользователь столкнется? Это будет иконка Яндекс.Стор, нажав на которую можно купить приложение? Или же это будет вот этот вот Shell, оболочка, на базе той, которую Яндекс получил, купив компанию SPB, где будут уже предустановленные приложения в редакции от Яндекса? Я сегодня пытался этот вопрос задать. Да, на самом деле оба варианта. И не зря мы используем, как мы сделали его изначально, мы с язычным. И не зря мы его презентовали на мобильном конгрессе в Барселоне. Мы считаем, что продукт, сам Application Store, это, в общем, может являться независимым продуктом, больше такой B2B, потому что мы делимся прибылью с производительным устройством. И, соответственно, он востребован не только в России, где у нас есть и дополнительный набор сервисов, но и за рубежом. А в России и в наших регионах, где у нас есть полный набор сервисов, мы, безусловно, собираемся, ну, партнериться с производителем устройств и предоставлять весь набор сервисов. То есть, туда входить в Shell или нет, это будет зависеть от конкретных нужд, конкретного производителя устройств. Но вообще, да, планируем именно так. То есть, в принципе, придя скоро в какой-нибудь салон сотовой связи, я смогу там обнаружить телефон, Android, видимо, это будет какой-то относительно недорогой Android, чтобы это был массовый проект. И там будет стоять то, что раньше называлось Shell от SPB и набор приложений, которые Яндекс решил, что там должны быть вместе с производителем этого устройства. Правильно? Да, да, да. Правильно, да. У меня еще один вопрос. Диорсов, Лисян, пожалуйста. Александр, вы статистику уже, наверное, какую-то получили, первых продаж или пока она закрыта? Первых закачек, наверное, там, что-то не продается. Да, 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 закачек. Ну, статистику первичную получили. Наверное, я, наверное, все-таки не готов все ее рассказывать. То есть, какие-то цифры есть, безусловно. Она еще не очень уточненная. Но дело все в том, что мы пока... Это был лишь первичный анонс. И количество скачек — это только те люди, которые пришли на соответствующую страничку и скачали сами. Вообще говоря, для нас этот проект больше дистрибуционный. Это мы больше верим в юзербейс, который мы генерируем путем продажи соответствующих устройств. Понятно. Это будет пользователь, который будет сохранить большую военность. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Александр Зверев, руководитель Яндекс.100. Стало несколько понятнее. Ну, в общем, видимо, все к тому. И коллега в этом смысле осторожничает, мне кажется. Но все к тому, что действительно стать такой... Яндекс хочет оболочкой полной, которая закроет собою гугловские истории, да? Это продолжение истории Яндекса вообще. То, что они делали до сегодняшнего дня, с начала существования, они предлагали альтернативу Гуглу. На самом деле, Гугл начался позже Яндекса, надо сказать, на несколько лет. Но тем не менее, вот последние годы Яндекс предлагает альтернативу Гуглу. Вот у Гугла есть все для интернет-пользователя. Но в России это не работает, потому что здесь есть Яндекс, который знает лучше, что надо для российского интернет-пользователя. Более знаком, да, с местными реалиями. Да, да, да. И поэтому та же история теперь продолжается на платформе Android, которая самая популярная и массовая. В предельном случае, совсем коротко, Георг, как ты считаешь? В итоге коллега меня поправил, понятно, он осторожничает, да? Вот все-таки сядет ли Яндекс на шею в Гуглу? Будет ли такая оболочка, которая полностью закрывает Android сверху, Яндексовская, и замещает все приложения основные Гугла? Ну, не буквально их удаляет, да? А просто дает альтернативу такую, которая предпочитается пользователям. Карты, поиск, маркет и все прочее. То есть он закрывает, и получается, что надстройка Яндекса полностью решается задачей персональной мобильной системы. Будет ли такое? Если речь идет только о тех пользователях, которые новички и которые будут обладать теми самыми устройствами, у которых функционал не сильно развит. Для них, возможно, будет интереснее пользоваться Яндексом, поскольку они просто не знают друг друга. Совсем коротко, в Твиттере Максим Спридонов, который обычно у нас используется в прямом эфире для того, чтобы задать вопросы. По программе мы спросили, станете ли вы пользователем Яндекс 100 и почему? Ответы такие, если Яндекс 100 или кто-то, кто угодно подтянет веб-деньги без привязки карточек. Привязка карточек действительно может останавливать. Или пользоваться стану еще ответ при условии качественных приложений и быстрой работы. А то, что основной процент уходит, остается в стране, это еще и плюс. Вот такой вот патриотичный пользователь. Это все, пожалуй, мы продолжим через пару минут разговором про успехи, ну и прочим, и неудачи Mail.ru Group. Снова доброе утро, друзья. У нас остался еще один блог и еще одна важная новость, которую мы обсудим с коллегами моими. Напомню, что в студии Максим Спридонов это я и гости программы Петра Диденко, директор по стратегическому развитию СКБ «Контур» и Геворг Саркисян, гендиректор компании «Нова». Напомню правила игры. Мы, как игроки отрасли, обсуждаем главные события ушедшей недели в цифровом мире. Значит, то, что вы слышите, это неумозрительное заключение неких гипотетических аналитиков. Это люди, которые являются играющими тренерами и работающими предпринимателями, топ-менеджерами интернет-среды. Итак, перед тем, как следующую новость озвучить, скажу пару вводных, как это обычно я делаю. В нашей среде, в нашей имеется в виду, в интернет-индустрии принято считать, что интернет-специалисты не пользуются сервисами Mail.ru, предпочитая, к правилу, сервисы Гугла. Ну, как-то так сложилось. Как правило, они объясняют тем, что мейл рассчитан на простого пользователя и не удовлетворяет их продвинутым потребностям, если разбираться, так сказать. Это, кстати, имидж, с которым Mail.ru в последнее время активно борется и часто небезуспешно, между прочим. Вы лично, коллеги, пользуетесь сервисами мейла? И да, если да, почему, если нет, почему? Давай, давай, давай. Хорошо. Петр Диденко. Я не пользуюсь никакими сервисами мейла, как и, кстати, никакими практически сервисами Яндекса, может быть, за исключением диска. То есть просто нет такой потребности у меня. Может быть, это связано с каким-то особенностями моей личности. Не интересует меня знакомство, например. А это важный как бы аспект... Жизни в МЛе. Да, и многие вопросы того, что там происходит, меня тоже не интересуют. Ага. Так. Должен признаться, что я тоже не пользуюсь. Вы оба на Гугле сидите. Да. Я туда же. Вот что с этим делать? Я чувствую, что не патриотично, а не получается сделать по-другому. Давайте послушаем про финансовый отчет и другие события вокруг Mail.ru. Корпорация Mail.ru группа опубликовала предварительные финансовые результаты за прошлый год. Как следует из представленных данных, совокупная выручка компании за отчетный период выросла на 39% и составила более 21 миллиарда рублей. Чистая прибыль перешагнула отметку в 8 миллиардов рублей, что на 36% больше показателей 2011 года. Через день после публикации отчета крупнейший совладелец Mail.ru группа Алишер Усманов разместил на бирже 7,4% акций компании, выручив от этой сделки более полумиллиарда долларов. Газета «Ведомости» приводит слова Елены Мартыновой, заместителя гендиректора одной из компаний Усманова, о том, что продажа вот этих вот акций является финансовой сделкой, цель которой диверсификация активов, это уже цитата, и более эффективное управление портфельными инвестициями. Она также подчеркнула, что структура Усманова не планирует продавать дополнительные пакеты акций Mail.ru групп впоследствии, так как верят в перспективы российского интернет-рынка и его лидера Mail.ru групп. О том, что не будет продавать, как мы понимаем, действительно важная оговорка, а как вы смотрите на динамику роста Mail с финансами, как будто бы неплохо, а вообще вот как у них жизнь, Георг? Мне сложно сказать, более того, до конца детали непонятны мне, это консолидированная выручка всех компаний, входящих в группу, каких именно, по каким были выплаты дивидендов, без этой информации достаточно сложно судить. Сейчас мы уточним, у нас должна быть на связи топ-менеджер Mail.ru. Петр, а ты как, вот на скидку, какие у тебя впечатления, ты вообще не смотришь на их продукты или как-то вот заглядываешь? Нет, я смотрю, они делают очень интересные, востребованные вещи, без этого они не смогли бы заработать в прошлом году 21 миллиард рублей. Рублей, да. То есть без этого невозможно. Мне нравится, что они делают, просто лично мне пользоваться там особо нечем или я пользуюсь где-то чем-то альтернативом. Вторая по размеру выручки компания Вернет и вторая же по чистой прибыли. Ну, причем, насколько я понимаю, они с Яндексом примерно одинаковы в этом смысле. Интересно, действительно, что там в этой отчетности заложено. Яндекс, в принципе, исключительно рекламой занимается, ну, практически рекламой. Mail.ru много чем занимается, тем не менее, тоже интернет-компания. Было бы интересно поговорить об этом. Вот я приведу по цитату из Дмитрия Гришина, это гендиректор Mail.ru, как известно, который в пресс-слейзе заявил следующее. Ну, то есть, разумеется, не он-то буквально заявил, да, он это откоорнировал и составлено это внимательнейшим образом, как всегда делается финансовая отчета больших компаний, с внимательным отношением к каждому знаку, поэтому прочту это. Значит, в 2013 году пользовательские платежи за социальные сервисы стали ключевым источником наших доходов и существенным фактором их роста, увеличившись на 78% по сравнению с 2011 годом. Ну и так далее. В общем, сейчас у нас, мне показывает, редактор появился на связи, комментарий от Mail.ru. Слышите нас? Да, слышу вас. Ксения, Ксения Чабаненко, если не ошибаюсь, на связи пиар-директор Mail.ru.ru. Да, все верно. Ксения, доброе утро. Значит, у нас есть несколько вопросов к вам, прежде чем задать такие вот общие. Это выручка консолидированная, да, здесь включающая то, что должно, по идее, поступать от ВКонтакте, от всех направлений Mail.ru, вот то, что входит в финансовый отчет, это все проекты Mail.ru.ru. Это, смотрите, это сегментная выручка, то есть по тем сегментам, которыми мы оперативно управляем. Иными словами, ВКонтакте, например, туда не включен? Совершенно верно. Поскольку вы не управляете им оперативно? Да, здесь есть одноклассники, здесь есть CCQ, здесь есть почты, проекты почты, портальные проекты. Да, непосредственно то, чем мы оперативно управляем. Хорошо. Рамочный вопрос. Насколько вы удовлетворены результатами года? Ну, мы, конечно, удовлетворены результатами года. Учитывая, что год показал несколько трендов достаточно футурных, мы считаем, что мы отработали хорошо. Ожидали большего роста? Что значит ожидали? Ведь, собственно, находятся у нас под контролем, и мы видим их постоянно в режиме «Нонстоп». Окей. На будущий год какие планы в этом смысле? Есть какие-то вещи, которые критически важны и особо подчеркиваются с точки зрения стратегического развития? Мы говорили об этом, когда заявляли результаты. Мы говорили о том, что мы чувствуем и видим усажение определенной ситуации на рынке медийной рекламы. То, которое показалось во втором полугодии 2012 года. И, соответственно, прогнозируем, что в 2013 году основные факторы роста бизнеса останутся прежними. Ключевая статья дохода, да, и ключевые статьи дохода будут пользовательские платежи за социальные сервисы и ММО-игры, так же, как это есть сейчас. И мы ожидаем рост совокупности к сегментной выручке компаний где-то на 25-28%. Это будет уже в 2013 году, получается, по итогам, да? Коллеги, есть какие-то вопросы у вас, Ксения? Нет? Все понятно. Спасибо большое, Ксения. Это был комментарий Ксении Чабаненко, пиар-директора Mail.ru Group, к обсуждаемой нами новости, финансовому отчету, ну и, в принципе, некому подведению итогов компании Mail.ru Group по 2012 году. Значит, единственное, что, вот, коллеги, можно в этом отчете найти, наверное, однозначно, так сказать, к чему можно придраться, да, и в чем покопаться, как мы покопались в рейтинге Forbes, это факт того, что мессенджеры так себе чувствуют себя в мейле. То есть ICQ, который принадлежит Mail.ru Group, он сократился по аудитории на 41% за ушедший год. Вот, и Mail-агент, еще один мессенджер Mail.ru, не то чтобы сильно рос, я вот сейчас смотрю где-то, у меня цифры по нему, очень медленно растет аудитория, у меня это указано, но не указано конкретно как. Значит, в общем, факт то, что, а вот вижу, да, на 1,3% выросло от 2011 года к 2012, то есть практически никак не выросло. Означает ли это, что мессенджеры Mail потихоньку уходят у на себя песню за собой? Я думаю, что это проблема не мессенджеров Mail, а мессенджеров вообще. То есть я начал пользоваться ICQ в 96-м году, если я не ошибаюсь, и тогда это было чем-то прорывным. Опыт, который вот был связан с использованием подобных программ, которые позволяли мгновенно обмениваться сообщениями с людьми, находящимися на другой стороне планеты. Это было чудо. Это было чудо. А теперь все это уже как бы приелось, и хочется иметь какой-нибудь один удобный инструмент. Ты запустил один сайт, и раз, у тебя там все. Для меня на сегодня это Facebook, у меня жутко растет трафик сообщений с другими людьми в Facebook, то есть это не идет, речь идет не об апдейте статуса или постинге фотографий, о том, что я сообщениями один на один обмениваюсь с другими людьми. Очень-очень много. На мобильных устройствах, в браузере, где угодно. И если я год назад еще не ожидал, что оттуда будут приходить какие-то сообщения, я должен туда смотреть периодически, вдруг кто-то напишет, то на сегодня, не знаю, десятки человек в неделю со мной пытаются таким образом связаться. Зачем нужен при этом мессенджер, большой вопрос. Отдельный, да, имеется в виду? Да, есть сила привычки у некоторых людей, да, это правда, но тем не менее у них же у этих же людей есть ВКонтакте или Одноклассники или Facebook, они там могут замечательно это делать и узнают об этой возможности. Есть один из важнейших законов физиологии и жизни в целом, это закон экономии усилий, поэтому всегда, где можно сэкономить время и силы, в частности, использовать мессенджер не отдельно, а в комплекте с чем-то, скажем, социальной сетью, это будет потихонечку случаться, видимо. Да, а вот сами мессенджеры, как они, может быть, закончат свою судьбу, может быть, из ICQ можно будет писать когда-нибудь в Одноклассники и видеть сообщения там, и наоборот. Чуть ли уже не так, это уже реализовано, по-моему, реализовано. Ну, тогда нет вопросов, почему с ICQ и другими мессенджерами такие проблемы. Ну, как, все-таки ICQ жалко, такой бренд давнишний, бренд-ветеран, один из, я бы сказал, правофланговых раннего интернета, он был очень громок и сейчас так тихо затухает. Ну, да, потребность заместилась переходом людей и общением. Для тех людей, которые могут общаться с друзьями и не против иметь друзей в контакт-листе в Фейсбуке, это Фейсбук. Для людей, которые не хотят иметь такой контакт-лист в Фейсбуке, это Скайп, скорее всего. Скайп, в этом смысле, растет, да, пожалуй, единственное, они ли молодцы, звезды ли так сложились, бог его знает. Просто две совсем разные, с разной аудиторией. Добавлю еще один момент, касающийся Mail.ru. Значит, компания Билла, что 28 марта состоится приятное событие для акционеров. Очередная выплата дивидендов. Все будет выплачено, внимание, 899 миллионов долларов. Почти миллиард долларов будет выплачено в качестве дивидендов. Это уже не первая выплата. Мэйла, помнится, года полгода назад или год назад они уже выплачивали, то есть солидные дивиденды. По-моему, полгода назад, летом, после того, как они сбросили часть акций Фейсбука, Группона, Зинге, кажется, то есть каких-то компаний западных, крупных. Наблюдатели говорят, что это означает, что Mail отказался окончательно от попыток докупить пакет акций ВКонтакте. Ему не нужен кэш на счетах. И от попыток расти приобретениями. Ну или им кто-то будет давать на это деньги. А кто? Кто-то знает, есть там пара человек у них с деньгами. Ну, по-моему, Mail уже стал уже прочно на собственные рельсы и какие-то дополнительные вливания там сомнительные. Значит, что еще добавить такого важного? Значит, то, что Mail дивиденфицирован, с чем можно их поздравить. Он стоит не только на рекламе, как Яндекс, практически только, а и на других платежах. То, что падение медианной рекламы действительно их задело, баннерной рекламы. Но они вот не сильно эту тему переживают, поскольку у них много приходит от социальных сервисов. Ну вот, пожалуй, и, наверное, все. Есть какие-то у вас дополнения, коллеги? Нам нужно закрываться, осталось несколько секунд. Хочется поздравить Mail. На самом деле, хорошие результаты, молодцы, очень здорово. Ну да, один из правофланговых еще раз сегодняшнего интернета. Яндекс.Имейл – это такие вот инь и янь, позволение сказать, два главных коня, несущие российский онлайн. На этом все. Меня зовут Максим Спиридонов. Это программа «Рунет сегодня». Слушайте нас каждый понедельник на ФМ. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова